Добрый вечер. Добрый вечер. Я что-то... Это вон куда зашло у нас. Ну вот нас не было, только что зашли. Ну слава Богу, как вы там? Я там по делу, Игнатьевич. Мне нужно, во-первых, узнать у вас по поводу файлов. Опять же, вы сегодня написали. Люди скачивают и в таких форматах неудобных для них. Мне нужно узнать, где ваши файлы все расположены. Вот файлы с сайта, ну с текстами, текстовые файлы. Текстовые это какие? Как вот, допустим, Библия? Ну да, все такое. Ну так это все у Игоря. На Яндексе, скажите. На Яндексе теперь говорит. Ну вот людям неудобно скачивать. Ну это мы говорим. Говорил себе. Какой-то это, попробуй. Сейчас я попробую потише сделать. Да. Я ему сейчас сказал, чтобы он сделал как следует-то. Ну, говори-то, как сделать, не сделать. Мне жалуются все. У них в инвектора нету программы. Ну вы просто спрашивайте у меня, я отвечаю. Я так и сказал. Я на вас послал. А мы будем переделывать все там. Мы будем выставлять уже в новых форматах все тексты, все там. Ну да. Вот которые они указывают. Я вам сегодня же скидывал там. Какой парень-то говорит-то? Ну да. Ну вот и все разные форматы. Посмотрите, а нельзя ли в разных форматах поставить, чтобы любой мог по своему формату скачать? И тут надо, это не я уж буду решать, а вот там этот программист, он будет ставить, он поставить как нужно, сделает. Ну вот и сказать ему, чтобы он посмотрел. Людям неудобно, да и очень неудобно. Мне сегодня уже этот разговор-то шел. Я его скопировал. Нет, там будет, не надо будет заходить никуда. Будут по прямой ссылке, прям сразу скачивать будут и все. Сделаем такие удобные, удобные книги, чтобы читать было удобно людям. А можно без скачивания сделать? Ну и без скачивания будут читать и скачивать будут. Ну вот, чтобы разные варианты сделать и как. Ну у меня-то там нету. Я отдал, а дальше что? И вот у меня она скачивается в течение, допустим, одной или полминуты, и она у меня уже на столе лежит. Любая книга. А в плейшмейке у меня разницы нет, я вскрываю свободу. У них программы нет, но я не могу говорить. Я должен приноровиться. Они не понимают, они тоже и спросить не у кого-то, и, видимо, неудобства таким. Ну это ладно, это оставим все. Ну, наверное, просто нету. Я пошел в краевую администрацию. Поднес материалы там, нужно посмотреть. Они нигде не могли вскрыть. Я говорю, как так? Но, кажется, программы нету. Вот тебе на. Ну да. Это такие там специальные данные. Простые программы в интернете легко можно скачать и установить. Ну да. Мне еще нужно, знаете, что, Игнат Тихонович, мне нужно зайти к вам сейчас на компьютер. Мне нужно посмотреть, в каком формате вы выставляете видео. Вы вот на камеру записываете видео, да? Да. Потом дальше что вы делаете? Вот с камеры я скачиваю на рабочий стол. Так, а дальше? А после этого программа ужатия. Ужимает она в 3,5 раза объем. Вот. А что это за программа? Сейчас посмотрим, что это за программа, как она называется. Я, может быть, даже название ее скопирую. А, программа ужатия роликов. Вот она какая. Сейчас, минутку. Она скопируется или нет? Не скопирует. Сейчас вы включите вот эту часть библиотов. Я пытаюсь сейчас ее, как она пойдет. Программа эта. Сейчас, минутку маленькую. Что-то у меня тут тормозит. Ага. Ярлыки. Она что мне не дает? А, вот как. Я ее сейчас на Word перенесу. А с Word тогда легче мне ее к вам перекопировать. Зависает. Тут стукнуло, и все зависло. Знаете, тебе пока не нужна программа. Вы нажмите Timeweaver, запустите. Я это и хочу. Но она, сейчас, минутку. Еще зависло и все. А я сам зайду и посмотрю. Сейчас, подождите-ка маленько я. Сейчас ее вскрыть надо, наверное, мне сначала. Ага, вот она. О, полетела опять. Нет, пускай всплитает. Она может загружает. Ну, вот она. Так, подожди-ка. Вот она. Хилстон. Вот она что? Она не дает его копировать. Сейчас, как войти-то, подожди-ка. А, вы включите, там вертель. Так, послушай. А вот эта-то не она, ваша вышла-то у меня. Смотри. Я сейчас дам две. Ага, первая. Все, посылаю. Посылаю сгреб. Так, мне надо на ваш этот зайти. Сейчас, минуточку. Так, сообщение. Ой, эйфория-то это пройдет. Житие. Вот. Сейчас я его никуда не буду выпускать, пока не передам. Ах ты, тварь такая. Она это не копируется. А как же она тут была? О-о-о. Зачем передавать? Ничего не надо передавать. У вас на рабочем столе стоит значок. Сиди такой. Так, давай, на рабочий стол. Я открою. А как вы увидите-то? Да вы щелкните по этой программе. Два раза на значок на этот щелкните. Ну да, вот я щелкнул. Нет, не эту программу-то. А которую, чтобы запустить его самого сюда. Смотрите у вас на... А как я его запущу? Там веер. Там веер. Ну как бы у вас, Гаврил, так сложно. Ага. Ну так бы сказал. Ой, сейчас это она загребла меня. Минутку. Минутку. Все, открыла. Теперь закрыть надо. Так, записывайте. Сейчас, секунду, я сейчас подключусь. Сейчас я это сделаю. Программа. Еще пока у вас не запустилась программа. Ну она не запустилась. Вот она запустилась. Все. Давай, я уже говорю цифры. Пока не надо говорить. Я еще пока не загрузил. А не вижу у вас еще пока. Видать, нет. Сейчас я попробую. Ну-ка. Так, сейчас, секунду. Какой там пароль у вас? Пароль, значит, так. Внизу. 4831. Сейчас, секунду. А вверху не надо сказать? Не, не надо. Давай-ка. Я покажу, где она у меня находится. Так, сейчас я это сдвину маленько в сторону. Значит, вот куда сейчас вам надо войти. Вот в правом углу. Но от меня в правом. Ярлыки для работы. Вот это вот. Так, сейчас, секунду, я гляну. Ярлыки для... Повыше. Ярлыки повыше, выше. Вверху. О, сейчас влево. И у меня вот рядом. Вот она, вот. О. О, его надо вскрывать. Сейчас попробую. Так. Вот его вскроете. Теперь третье снизу. Третье снизу. Ярлык для программы ужатия роликов. Я хотел скопировать, она никак не дается. Я заголовок хотел скопировать вам. Во, во. А там программа какая-то сильная. Если я по ней работаю, ничего не сделаешь. Она все блокирует, вплоть до ворда. Вам она не нужна играть тихо. Вы ее не больше... Не надо ничего. Как? Не надо. Не понял. Ну, и сам будет, Гаврил сам будет там уже, Матерь. Пускай делает. Я ставлю как есть сейчас. Вот я ее ставлю. Я обязательно по ней поставлю. А тогда ее можно хоть убрать, хоть что. Это когда он поставит. Это я понял, да. Вот видео вчера, которое Гаврил мне передавал видео. А сейчас где? Вот. Вот это у меня отдельно. Вот она видео. Сейчас на виду. Вот они где у меня лежат. Новое видео. Вот видео неужатое. Вы мне скажите, где, а то я не вижу. Что сделать, Гаврил? Не видит. Вправо или слева где? Слева. Так, слева где? Слева первое. Во втором ряду, третье вправо. Видео неужатое. Вот она, куда я направил. Я не вижу что-то. Не видно далеко. У меня, наверное, экран широкий. Да нет, у меня еще шире. Ну, а слева мой компьютер написано. Так, мой компьютер. Чуть пролее Библия, каноны. А справа, подальше, паспорт. Так вот, от него вниз. Паспорт и виза. А вниз раз. А все видно. И вижу. Вот. Это тех, которые у меня остались, еще Гаврилу не отдал. А ему я там отдал, наверное, штук 12 или больше. Ну, нужно глянуть, в каком формате вы там... Я не ужимаю, я ему целиком отдаю. А ужимаю я сам для себя. Я выставляю, и они работают. Если бы я его ждал, у Кураева ничего не было. Я буду всегда как делал, так и делать. А он потом, если надо, то уберет. Или... Ну, а он говорит, тогда будут эти... Уже отзывы терять все. Тогда делай параллельный ход. Нам же не ограничено. Пока ничего там, никто не звонил. Нет, не звонил. Вот вчера не могли... У Кураева оказалось, нету скайпа. Даже никогда не подозревал об этом. Ну да, он... Я мне вчера отец Сергий давал там читать переписку. Во. И что было? Ночью мне звонили, а я потихоньку, вот так говорю, потихоньку. У меня гости он. Мне Игнатия Лапкина. Я говорю, я и есть. Перестаньте обманывать. Это не ваш голос. Он на Гаврилов вышел. Какой-то мужчина там был лет 40 ему. Он вдвое уменьшил меня. Обидно даже. Обокрал меня. Мои года, мое богатство. И вот я сейчас... Мы сегодня записали ролик по вопросам ЖЖ. Которые они нападки делают, и я объясняю, что они означают. Я смотрел, да. Я уже половину досмотрел. Я ушел в храм, а она у меня закачивала. Я пришел, уже 10 человек посмотрели. А там-то 9 тысяч, кажется, 260 зашло. Для меня это вообще... Я утром встал, как будто не мой сайт. 9 тысяч. Я в глаза не видел сразу такое сайт. Да мы с Гавриловом сегодня говорили. Он говорит, за все время существования уже одна десятая за два дня посмотрел. Да. Ну вот так. Так все, ладно, я вышел. Из этого он мне больше не нужен. Все, может ушеть там, Ювер-то? Да. Все. Ну еще скопировать сумел? Мне не надо копировать. Она мне не нужна. Мне просто... Нет, название, название, название. Как? А, да я понял. Мне форматы видео посмотреть надо было просто. Ну вот я сейчас вот... Что могу сказать? Я ставлю себе отдельно, копирую и это ужатое сохраняю. Иначе у нас ничего может не быть. Гаврилу отнес Володя. А теперь у меня накопится, ему отдам. Они мне по 2 тысячи гигабайт у него, меняться когда-то никогда не запишешь. А в путешествии, да, можно. У нас будет материал быстрее накапливаться. У вас почему-то камеру плохо показывает. Не знаю. Какую камеру? Ну вот, глазок. Глазок? Да почему плохо? Я сяду прямо. Да нет, я имею ввиду качество плохое. Ничего себе. Я себя вижу, вон какой хороший. Ну, может быть интернет это. Плохой интернет. Нет, нет. Все говорят... Нет, все сейчас хорошо. Все удивляются, говорят, какой я богатый стал. Все мне наставили тут. Ну, да. Ну, если Господь благостает, у нас тут с разных городов сегодня едут, которые наши друзья прищищатся здесь. Они готовятся. Вот Михаил Кальмаев здесь был, он хорошо вас знает. Он сейчас здесь на исповеди. Ну, я вчера видел его, да? Ну. Ну, там где живет? Темиртау. Темиртау. Темирская область. Далеко от вас, да? Да, я не знаю, ну, конечно, другая область, далековато. Ну, что интересно, вот Темиртау в библиотеке, его люди, которые есть, и они разослали попов везде по всем библиотекам изъять книги. Волки лютые. А тут пришли, и он начал падыться. Они говорят, а зачем это вам? Мы, говорит, бумагу дали Лапкину, что книги будут народ считать и никому не отдавать. Да нет, нет, я ничего. И он сразу смылился. Они себе гребут ужасно. Их убивают уже везде, они ничего не понимают. Какое его дело до Мирской библиотеки-то? Какое? Как говорят, какое собачье дело-то? Приходят его-то разбойники. То в воинские части лезут, то в школу. Они до того опротивились сегодня всем, народ уже прям, не знаю, кипит все на них. Вот будут вспоминать невзор. Он говорит, я не хочу, чтобы вас ни с головой снова с колоколем сбрасывали. Да ты занимайся народом, иди благовестуй. Тебя разве Господь заповедал ехать и чужие труды уничтожать-то? Да. Такое бы, вот, видео поснимать бы, понимаете, где, если вам бы ставят какие-то претензии или там какие-то у вас конфликты со священником, и вот такие бы видео... Они у нас есть, они в моем, здесь же вот в Ютубе стоят, мы приезжаем, как они милицию вызывают, как они нас гонят, вот у нас все снято. Ну, это я видел, да? Ну, все. А другое еще, мы сейчас едем-то, мы их и не видим. Это когда мы тут по окрестностям своим ездили, но не больше двухсот километров-то. Ну... А теперь-то мы по деревням-то не ходим. Мы едем только по центральным городам, по большим городам, по районным центрам. Приходим, знакомимся, книги оставляем, народ собирается, и все. А по домам не идем. Мы попробовали в Белово пойти. Ходили-б, ходили, город-то незнакомый. Никто нас не знает. Пришли, назначили в ограде храмовой. Пришли, ни одного человека нету. А что зря ноги топтать-то? Ни одного не пришло. А так мы приходим на стадионе, собираем в домах культуры. Потом эти люди к нам приезжают, просят приехать уроки проводить. Живая связь. Везде вот так хорошо принимают, где нет попов. Где священники есть, беда лютая. Ну да, конечно. Они сразу сбивают тему вот эту всю. И главное, одна клевета дьявольская. Ни одного слова истинного не говорят. И после маленькой наладится, бывают отношения, или через кого-то узнают, а зачем? А не надо, эритики. А какие эритики в чем? А тебе что доказывать? Ну, разбойники. Он ни одного слова доказать не может. Безбожники. У них страха Божьего никакого нет. Ну, не о всех, конечно, говорю. Где мы встречались? Нам попадались вот эти духовные уроды. В полном смысле. Ни совести, ни почтения никакого нет. Стоит молец там лет 19. И он, твоё, и как он говорит? Ужасно. Да я вчера только вот с отцом Сергием мы говорили на это. Я же говорю, батюшка, ну, я зашёл, говорю, к одному, ему лет 20, 21, может быть. Ну, только вот рукоположили его. И он фотография стоит на пляже с матушкой со своей, на матушке купальник, там, чуть прикрывает, там, треугольнички какие-то на ней. И чуть-чуть прикрывает её, там. Я говорю, батюшка, да ты что же делаешь, что ты священник в московской патриархии и матушку свою поставил на весь мир, ты показываешь. Я говорю, ну, убери фотографию. И бесполезно, так и не убедил. Почему он уберёт? Он развратник. Развратник прям, я не знаю, не ошибаюсь. Ну, Шульман, специальный пляж сделали, со всех сторон огорожили. Охранники, которые охраняют, туда не заходят. Женские. Ни с какой стороны подойдёшь. Да ещё купаются-то в одежде. Они блюдут, а это ничего не надо, они не понимают, это развратители. Весь мир смеётся уже, весь мир над ними смеётся, что творят, да? Да. Ну, что можно, я могу только сказать, что скорбеть и плакать, больше ничего нельзя делать. Тризну справляют над моей Родиной. И главное, он сейчас, они не принимают книги, это, ну, ты не принимаешь пророка Иеремии, но сам-то Иеремия пришёл, он другим не может быть. Он-то потому пророк, что он говорил, пророчествовал, а который пророк не говорил, не пророчествовал. Это не, его нету просто такого, молчальников нету, у монахов пророков не было, раз он никуда не идёт. Он обязательно должен кому-то сказать, зафиксировать это, хотя бы в письменном виде. И пришёл бы Иеремия, приняли, не приняли, Илью, приняли, не приняли. А почему? Ян Златоуз говорит, празднование святому есть подражание ему. Подражай ему, как он шёл, свидетельствовал. Я сейчас вопрос ещё, я просто попутно делом занимаюсь тоже, вот страницу о паре, вот, если я буду выставлять вот эти контакты, это точный адрес, вот, на странице, сейчас я скажу, индекс 656, 016, город Барнаул, 16 улица. Неправильно, переделать, уже всё, мы в другом месте живём, потому что там снос Бараков пошёл. Так, это мне тогда, вы тогда мне скиньте. 656, 056. Вторая строительная полностью вычеркните. Это Бараки под снос, нас оттуда уже, мы туда даже не ходим. Я сейчас забуду, тут же забуду всё. Как это сделать, вам я пошлю туда и всё. Мне сейчас, да, напишите тогда потом. Вот, и реквизиты мне нужны. Как, заход так, ещё какой вопрос? Реквизиты нужны мне ещё, вот, по вашей, где там у вас счёт на, вы сберкнижки или где там у вас? Я хорошо, счёт пришлю. Дальше ещё что? Ну, пока ничего, вот это. Так, а где ваши эти, которые нападали, там, Константина и другие, так, Владимир или кто? Я не знаю, где. Попропали. Попали. Они исчезли, а это, может, были какие-нибудь духи, тёмные. Они исчезли, говорит, одна дыра в земле осталась и всё. Так, вчера, да у меня каждый день новый, вчера с одной тоже там воюем, вот, фильм у вас стоит, ну, девочки сидят там, урок проводят, проводите какой-то, и вот сидят там ребята, девчонки сидят, человек, может, 15, ну, такие, все молоденькие, маленькие совсем. Вот, и все таких в одеяниях старооблических, таких русских. Вот, и я вот защищаю там уже около 250 ответов по этой теме, я вот там воюю, ну, меня там двое ещё поддерживают из вашей команды, и я там с ними вот за всё, за одежду женскую, за, за то, что одеваться. Это достойно женщины святых отцов, там, 17, привожу 17 цитат целых, прямо, ну, там. И всё равно они, одна мне вчера высказывает, говорит, а вы знаете, говорит, как слово покров вообще переводится, это, говорит, когда бык покрывает корову. Я говорю, да что, что ты, я говорю, ты совсем плодная, с ума сошла. Это всё поповская отрыжка, вот это Б в церкви. Да, она прям всё, она, ну, фотографик там, монашеской одежды ставит, погнала, так погнала на меня там. Понимаете, они не стыдятся, говорят, стыдятся ли они, делая грех, нисколько не стыдятся, пророк говорит, нисколько. Ведь они ничего этого сделать не могут, это люди мирские, они ничем от мира не отличаются. Они безобразничают под именем церкви. Это всё попы, он бы её такую, даже в храм не запустил бы, да пристыдил её. В течение очереди-то все блудницы растут-то, по сорок абортов. А ничего этого он не скажет ей. Питаются грехами народа моего, говорит Господь. Всегда стыдливость и целомудрие было. Это не старообрядческое, это русское, исконное. Ну, Суриков, Репин, это не старообрядцы. Ну, посмотри на его картины-то, как одеты люди-то. Поленова, это все художники-то, а синодальные, не староверы. Но другого-то и не было. Чего они возьмут? Ну, пройди по иконам, не так, но ведь не с голой же ходили, частью тела. И вот сам меня там прикрывают тоже это Валентина Саркисон и этот, как его, Александр Мариасов. Ну, это такие они мои добрые попутчики, все время они меня поддерживают. Так это люди-то все наши, которые, вот интересно, говорят, да кто это будет исполнять? У нас все исполняют, все заходят. И видишь, как они выглядят, когда люди, не поврежденные умом, видят фотографию, они умиляются до такой степени, это у нас, это в стране, это же понятно, целомудренное одеяние. Оно с этого начинается. Это масонное разделе полностью. Гомосексуалисты эти моды дают. Женщины в мужском одеянии ничего не понимают, они прокляты перед Богом, эти люди. Это мерзавки. А откуда вы знаете, что мерзавки? Ну как, Писание об этом говорит? Чтобы не одевала женщина мужскую одежду в Тарозаконе 22.5, потому что это мерзавцы перед Богом. Ни одна благочестивая не выступит, а все такие, которые вот, одна я в джинсах хожу, там, и что меня за этот Бог покарает, другая там накрашенная, она сидит, ей уже шестой десяток, а она там красная, перекрашенная вся, и вот такие вот именно лезут, выступают. Вы не разговариваете с ним, просто я ее загоняю в черный список и все. Она как ведьма вырвалась из преисподней, и теперь портит все. Я-то вроде с ней веду там уже не один год тоже, беседуем мы там по разным темам, и тут вдруг вот за такой, за чистоплотность такую женскую зашел разговор, и тут вдруг она раз и всплывает против меня. То мы с ней шли нога в ногу, а тут благочестие, вот целомудрие, она уже выступает против меня, понимаете? Да кому это непонятно, за что? А то была везде форма. Дресс-код называется. Вопрос такой, что, ну как, это же, вот они, девочки, они их одевают, девочку нам нужно одевать, только как она замуж вылетел. Да они, грубую одежду, не знаю, они на материю своих смотрят и подражают матерям своим, им нравится эта одежда. А развратницы Б в церкви, попы их всех прищищают и исповедуют. И он поп такой же развратитель. Если такие вот подлые, такие гнусные, которые все развращают на своем пути. И какие у них внучки растут, ясно дело, что они в мужской там брюшке одеты, раздеты, что угодно. У меня была племянница здесь, и она устроилась в училище. А потом приходит и говорит, на физкультуре надо одевать там трико. Я говорю, ну как же ты оденешься, ты же христианка-то. Ну иначе меня отчислят. Я пошел в училище, с директором переговорил, все нормально. В юбочке, так она и была, как положено, платье, никто ее не трогает. Не, не, я вот хочу сказать, что многие тоже и следят за тем, и женщины, многие прям, они вот и согласны, и все. И готовы, но боятся просто, знаете, как выделиться из общества, боятся вот от смерти. Это ваше общество, стыдитесь вы его. Змеи ползущие, скажи. Ползают, а вы не можете от них выйти. Почему не боятся тех, которые уверовали во Христа, а их дети такие? Ну, вам на глаза. Вот, посмотрите. Вы же, и главное, думаешь, вот они увидят и скажут, действительно, вот надо делать так. Не тут-то было. И народу нравится этот грех. Они вот, батюшка, у нас все разрешает. Любую одежду он оправдывает. Для этого он кончал семинарию в Академии, чтобы любую подлямку оправдать. Ни для чего ему грамота-то больше не нужна. Крутить кодилам-то образование никакого не надо. И посты нарушают сплошь и рядом. Как только пост начинается, поползли к батюшкам. Гастриты, артриты. У нас никто не ходит. Все 100% постятся. Все 100% одеты. Если она даже где-то на саду была там в рюках, она должна исповедоваться. Есть еще вот такое мнение сейчас, очень бытует мнение такое. Это сказал еще, когда был пик вот с этим СНН, бум такой был. И Иван Кристиан выступил по этому поводу и сказал, что внешне и внутренне ему не может никак вредить. Понимаете, вот сейчас эту фразу выхватили из контекста у него. И стали эту фразу ее вгонять в любые, как говорится, по любой теме. То есть и сейчас мне вот по поводу одежды мне тоже там и доказывают, что внешне никак не может вредить внутреннему. Представляете, одежда не может повредить внутреннему человеку. То есть она идет вместе в голову, и даже не вредит это внутренне. Как ей повредит? Она мертвая, ей ничего не повредит. Тоже правильно. Как ей повредит? Она выброшена как падаль на растерзание зверям, демоном. Я не раздумаю, может быть, ей вообще не лезть, не участвовать в таких разговорах. А в другом случае все равно у меня совесть подгоняет, как я не буду говорить, когда я должен говорить об этом. Не надо. Один раз сказал где-то, материалы выстоял и больше не участвуй в этом. Рабу Божию не должно ссориться, написано. Рабу Божию не должно ссориться. Никогда не вступайте в это. Видишь, что он одержимый просто. Отойди от него. У него другая роль. Если у верующих имена записаны на небесах, то у них записаны в преисподней. И он туда пойдет. Видео выставлено на офис-странице. Девочки сидят там на видео. Ну, и мы снимали. Но еще, если бы они там сидели раздетые, тогда бы можно сделать замечание. А когда неприкрытое тело, целомудренно, как девицы должно быть. Раньше бы сказали, будут верующие бунтовать. Никакие это неверующие. Не так. Это, как в народе говорят, шушуль всякая. Зачем с ними время тратить разговаривать? Она стала говорить. Я сразу вижу, что это вонючая падаль, выброшенная на помойку. С ней разговаривать нет. Там ничего нету. Совершенно. Любое слово. Я отвечаю так или так. Ей разницы никакой нету. Она топчет и рвет. Она не знает. Она всю жизнь пропиталась на помойке. У ней в доме там такой яролаж, такой разврат. В доме притон. Это нормально. Так я захожу на страницу. Она сидит сначала в монашеских одеждах. Там где-то келья какая-то, фотография у нее. Дальше захожу, смотрю фотографии. Она уже с голыми сиськами сидит с детьми. Там уже наполовину декольте. У нее такой наполовину открытый. Дети такие нареженные стоят рядом. У нас видели, как в церкви стоят люди, как одеты? Мы для них укор. Потому что на суде Божьем, когда они скажут, что это было невозможно, будут поставлены те, которые сумели победить мир и внешне, и внутренне. А внешнее это отображение внутреннее, а не то, что не влияет. Тут и влиять не надо. Чего оно будет влиять-то? Оно, естественно, происходит из этого. Курю, говорить, а не курю. Какая разница? У них разницы никакой нет. А почему? А поп их подгоняет под размеры своей матушки. Больше ничего нет. У него такая матушка. Я там у таких был. У них частный дом, печь делать. И приехал тесть. Ребенка сидит, качает. А я печку делаю. Ну, ребенок-то небольшой. А он под иконами сидит, курит, кажется, сейчас не помню, и поет. Вот. Мы в бой пойдем, и как один умрем в борьбе за это. Революционную песню. Поповский ребенок. Она матушка говорит, а что там было вчера, там в 17 мгновений. Вот. Ну, видно, что хорошая, красивая такая матушка. И она уже условия ставит. Если ты не пойдешь со мной, Ваня, Иоанн, в театр-то, я в церковь не пойду. Он пошел. Как, говорит, пес на убой. С женой, говорит, с бабой, ума не дашь. Иди у мусульман поучись. Почему курица петуха слушается? Никогда курица с петухом не дерется. Она убегает только. Вот я голубей держу. Ни одна голубка с голубем не дерется. Она только убегает его. Целуется и убегает. Все извращено. Они, видите, как сейчас противопоставляют вот это мусульманам. Типа, мусульмане как только перебираются на нашу территорию, они себя показывают. То, что на своей земле, они там никакой культуры нету. Они под страхом, то есть, ходят женщины. Мужи и боятся, поэтому и одеваются так. Ну, даже под страхом. Но делает правильно. А как по-другому-то? Еврейский народ всегда под страхом. И верующие всегда говорят, страх Божий, начало мудрости. Везде. Ты посчитай притчи Соломона 1.7. Начало мудрости, страх Господень. А Серафов говорит, венец мудрости, страх Господень. Где страха Божия нет. И Игнатий Бричининов говорит, начни сначала. У тебя ничего еще не было. Страх Божий. Игнатий, ну, в Чечне были. Вы же были в Чечне. Ну, конечно. Только что вернулись, значит, два раза были. Ну, и вот как? Вот едешь, допустим, визуально, так вот, процентов можно. Покрытые все ходят или как? Все. Вот мы были в Чечне все. Если, ну, встретилась какая-то женщина, там, короткая юбка, что? Ну, это, говорит, там русские, там что-то где-то еще. Там 1% русских остался. И все, она просто нормально. Я так слышал, чтобы все ходят. Я тоже слышал, чтобы все ходят. В Азербайджане не так, говорят. А вот в Чечне... Да, в Азербайджане не так. А вот мы были в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, вот эти вот, в Дагестане. Ну, там много русских, но их сразу видно, отделяются они. Ну, одеты, по форме идут. Я говорю, вот я не забуду, мы были нынче в Болгарии, в Софии. Ну, нынче, это уже в прошлом году. Вот, она сидит за рулем. Ну, Сергей, только это надо посмотреть было. Как она сидит, как она одета, видать, рослая такая. У ней все закрыто, лицо только. Она с чистенькой улыбкой, одарила меня улыбкой. Я ей показал, говорю, как это ценно. Вот и поклонился, она заулыбалась. Американские женщины выставили большой материал и говорят мусульманкам, как мы вам завидуем. Как нас изгадили вот эта мода и прочее-то. Что с нами делают-то? Это женщины, там какая-то организация женщины. Они говорят, мы-то уроды, на что мы похожи. Наши сестры выходят, когда стоят на остановке, а там стоит бабка сгорбатилась в штанах. Ну, представьте, старуха в штанах-то, она какая? И они разговаривают, ой-ой-ой, как нас изуродовали. Да зачем ты надевал это-то все? А на нас как-то смотрят, они понимают, что они-то не такие. Представьте, одето, платье длинное, закрыто все у ней. Не говоря, там грудь открыта, у нее ничего не открыто нет. Их видно, они стоят как голубицы белые во всем. Даже приехал у нас председатель или директор его назвать, Библейского Сибирского общества, Булатов Алексей Владимирович. Ну, а у нас как раз молодые на работе были, среди недели, кажется, были. Да Катя-то, которая уже выше 30 лет, одежда так как красит. А он привез с собой еще американских спонсоров для них, для общества. И они увидели. Но они к нам заходить, а как заходить? Женщины, мы дали им юбки, они переодели, сразу же улыбаются, сфотографировались. Какие у вас женщины красивые. Одежда красит. Ее видно, что она не такая. Вопрос, так и знают, почему именно выбрали вот такой стиль, а не более такой по времени. То есть, пусть покрывают длинные платья, но почему вот именно похож такой на 18 век стиль? Почему я не в яме брал пример-то, а наверху? Так 18 век-то сравни с сегодняшним-то. Так 18 век это еще не основа. Более ранее еще есть. Мы вернулись к истокам. И когда говоришь, каноны, правила запрещают раньше 30 лет рукополагать, да попыта на 98% все незаконно рукоположенные. И вот начинают мудрить, это каноны, правила, 6-й Вселенский Собор, 14-15 правила. Что тут непонятно-то? Они нарушители, развратители. Сначала начали вопрос, ну давай, почему одеты, как мусульманки? Вот, я на своей странице выставляю фотографию женщины, одежду, то есть 18 века, и даю ссылку на это. Я говорю, это не мусульманки, это так женщины наши 200 лет назад выглядели. Вот. Ну вот скажи, как женщины выглядели? Поставили фильм «Раскол». Ну да. Вот Досталь там, Николай, режиссер. Ну и как одет это? Там все рисунки подняли, все, и все восстановили, как у нас одетая. Эти люди, да вы с ними не разговариваете, им это не надо. Они отнимают у вас драгоценное время. Щелкни ее, и она исчезнет. Сгинь, скажи, сатана. Не для них, Игнатич, там же десятки людей, другие, которые... Ну выставил один раз, дальше уже не объясняйте. Скажи, другого больше ничего нету. Я вам скину материал такой, вы в него там свои поправки сделайте. У меня там шаблонно. Я отвечаю один раз. Дальше выставляю материалы на сайт, и дети, не искушайтесь. И они сразу от меня отходят, идут, куда надо. Я гляжу один вопрос, другой. Недавно одна зашла и начинает там, прям видно уже, дуреть начинает. Зачем я должен за ней идти? А она тонет. Златоуст говорит, а ты стой на берегу спокойствия. Я ей сказал. Почему, говорит, веритика, после первого-второго разумления отвращайся. Что апостол Павел не знал? Да я хочу его обратить. Не обратишь его. Он дополняет меру, которая нужна, чтобы оборвалась нить жизни. У него прописка другая. Он избран для другого. У меня избрание божественное, для неба. Поэтому я все делаю по небесному чину. Вот и все. Ино бытие начинается на земле. Я стараюсь тоже на важные темы отвечать. А так, по пустякам, у меня времени нет, понимаете, этими делами заниматься. Я, допустим, занимаюсь, я это попутно гляжу. Допустим, раз появился вопрос, я прочитал его. Если что-то интересное, то отвечаю. А нет, так я и ничего не говорю. Мне некогда тоже. Они сидят, они пришли, и у них пусто. Я говорю, ты мне чем трепаться, давай я тебе работу дам. С Павелами поработай, с текстами. Он с текстами лучше поработает. Для Бога посидит, чем ты языком трепешься. Пустое. Так, Сережа ушел? Вон там, в сенях. А что он там? Ну-ка, позови его сюда, познакомлю я его. Сергей, крикни ему. На грязно там не становись двумя ногами-то. Туда-то не вставай, на коврик. На порог не становай ногами-то. Это у нас уличная область. Сережа, подойди себе, я тебя познакомлю с Сергеем здесь. Парализованный конописец мы подписывали. Потом где-то въедешь, будешь знать. Познакомься. Подойди сюда. Я мой уже, он видел меня. Здравствуй, дорогой. Здравствуй, дорогой. Это хозяин собаки Урагана, который чемпионом России стал. Нет, я же видео смотрю, я уже знаю его на очередь. Это он увидел наше объявление на столбе, что ведутся занятия в университете. Он говорит, вот обнаглелись, сектанты. Пойду я разберусь, и все еще разбирается. Это сколько лет уже ты разбираешься? С 2005-го. Все разбирается. Я сейчас в Одноклассниках тоже объявление написал, что у меня занятия по Библии ведутся, и все сразу секта, секта. А я написал РПЦЗ, Крестово-Звиженко, общество. О, еще и врут, и пишут то, что попало. И сайт, ссылку не зайдут. Духа святого нету. Где дух святой, там свобода. Там ложь не проникает. А это лжецы. Господь с лжецами дел вообще не имеет. Он их отвергает. Куда там отцов, святых отцов, цитаты выставляешь, и те пытаются опорощить. И как-то обойти пытаются. Ну, один раз можно сказать, тем более ссылки у нас сделать. У нас такой громаднейший, у нас не море, а океан информация-то. И они буквально лопают со злость. А что? А дьявол бьет? А не надо. Это хвалился. Это прелесть. Это гордость. Это гордыня. Почему? А вот такой, как они. Меня сейчас этой прелестью там завалили там. И через слово прелесть, прелесть. А я думаю, я какой? Я что это за прелесть такая? Я лежу весь, у меня в боли страшные вообще. Какая-то прелесть еще там. А они не знают ничего. Это вот два маленьких там взял, в мозгах им поп щелит. И ямочку выкопал, и туда положил. Прелесть, а на другой гордыня. И они, прелесть, это манткурты. Это я одному пишу. Он мне что-то там написал целый текст. А я ему тремя словами говорю. Вот церковился, окормился, прессился. Все. И так и живем. Больше ничего не знает. И все слова, не церковные даже, не библейские, нигде. Окармливает. Он открой слова Режаева, посмотри. Окармливает, окармливает. Отравляет. Перекармливает. Все. Два значения только. И вот все, отойди, отойди, Сергей, опомнись, что ты сладким. Опомнись, у тебя прещение такое страшное. Опомнись, отойди. Да ты им скажи, а взамен вы что мне даете-то? Ну, а то я говорю, куда к вам отойди. Вы мне на чему научите, может, новому или так. На моем сайте, скажи, в форуме, во свете Библии, хватит вам пастись на всю вашу жизнь. И не прослушать. И не просчитать. Готовая. А я набирал эти книги. В каждую букву купальщиком тыкал. Сережа там помогал. А где стихи, где вопросы-ответы, там только я один работал. Помощи никакой не было. Посчитай, сколько знаков я напечатал. А учитывая, что я печатаю с ошибками, печатаю пять минут, а выправляю семь минут. И хватило времени. Все, которые у меня рядом, они подойдут, вот что-нибудь покажут мне. Ну, маленько не покажут. Что я вручную убираю, что можно там по программе убрать тысячи. Я вручную делаю исправлять. Это вручную делали. Они ахнут, там присядут. Это невероятно. Я все сделал. У меня было в самом начале, когда я начал, это я тебе говорю, что по секрету всему свету. Я не знал там, как людей, что они заходят, друзья лезут. А я поставил правила, никому не нарязываясь. А потом сам стал уже делать так. А тут на меня почему-то они пошли. Как их классифицировать? Что за люди-то? Потом я стал смотреть биографию, там, что у него, видео есть. А то, нет, этого я не знал. Я их принимаю. И принимал много. Прошло неполный месяц, я принял 60 тысяч. Друзья, и вот они появляются, новые-то, 60 тысяч и первые-то. И среди 60 тысяч, новый, я его узнавал, что это новый. Вещь невероятная. Я когда посмотрел, это 60 тысяч, я их узнаю, кто-то с этим еще не принял. Так он уже был, он ушел, по другим именям подошел. Это вообще невозможно даже. Это Господь все так делает. 60 тысяч. Не 6, а 60. А почему? Я люблю Бога моего. Он мне дал вот этот вот аппарат, думать, я думаю. Они считают, нам нельзя быть вместе. А я считаю вас другом, братом искренним. Вы вошли в нашу жизнь, молитвы. Пошел по трем статьям. Работающий по интернету, болящий, добродеющий, там, собирает что-то. У меня-то по отдельным группам. А вы вошли в три группы. Один человек у меня такой только. Вот и все. У меня сейчас он тоже часто стал я замечать. Знаете, как, видимо, люди смотрят, что я с вами, вот, и уходят от меня. Вот, уходят. А потом через некоторое возвращается время. У меня тоже с историей. Начинают исследовать, видимо, и по видео, по всем делам, по сайтам и возвращаются. А они не знают православной веры, ее не нюхали. Истинное православие люди могут узнать только из Библии, только из творения святых отцов, только из канонов и жития святых. Вот четыре параметра. А у них ни одного нету. У меня все книги написаны в четыре параметра. Вот они удивляются. Как вы жития знаете? Ну, как же не знать-то? Я их насчитывал, симфонии составлял. А потом составлял сопроводительные документы на три размера пленок. Это каждый раз я должен заново прометеливать. У меня интересно, симфонии на неканонической книге вообще я в глаза не видал. Но я другими делами занимаюсь, и что-то из памяти уходит. Где эту фразу я... Я ее не знаю. Ну, не знаешь, симфонии нет. Как ты найдешь-то? Поисковиков, интернета не было. Я сажусь и заново считаю. Одиннадцатый пик. Как я могу не знать, когда их... Я их считаю, по неволе я знаю. Я знаю, повторение, мать, учение. Я говорю, ты сколько раз прочитал Библию? Да ни разу. Как же так ни разу? Есть люди, которые каждый год считают Библию несколько раз. Раза три. Я приехал, у меня этот брат Виктор Савченко, который с нами ездит, он везде там, а есть, учитель потеряевский. Я прихожу, он говорит, у меня сегодня праздник. Я говорю, какой? Последнюю главу Библии считай, вечером начну опять по новой. Да вы найдите среди этих людей-то. Когда каждый день, Новый Завет мы считаем с толкованием блаженного фифилакта. И с рассуждением-то. Вот это православие. Когда человек... Евангелие даже не читают. А сейчас как удобно. Сейчас поиски быстренько в этом набрал какой-нибудь. И там раз сразу афоризм выскочил тебе. Его ставил вместо своих слов. Вот тебе, пожалуйста, ответ. Сейчас поиски. Его и Евангелие не читают никто. Так можно диск там маленький такой, совсем маленький магнитофончик там на диске-то. Скачай. На кухне сидишь, картошку чистишь. Я с тобой рядом. Я всем говорю. Я вас никогда не покину. Я буду с вами. Даже если я уйду с этой земли, я буду оставаться с вами. 50 книг аудио по всему миру растащили. Тут интересно. Один какой-то... Горюхин или как называется? Два. И они Библию критикуют. Но критикуют так как-то... Прямо... Считают. Авраам. А чего он Авраам-то? Чего он додумался-то? Ну... И дальше. А... Ну ладно. Нам сейчас хорошо. Нам помогает Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович. Считайте дальше. А мой скопированный, что я насчитал в интернете, нигде не щелчка нет, ничего. Я считаю. Ну так, Игнатий Тихонович. Ладно. Дальше мы сейчас объясним, что такое. Я посмотрел в одном, другом, третьем. Посмотрел. У-у-у-у. Так они уже не один год ведут занятия. И каждый раз говорят. Вот он считает Игнатий Тихонович. Бестрастно. Вот мы с ним сейчас работаем. А люди слышат. А они толкуют-то не по православному. Ну я говорю. Я что могу сделать? Я не могу сказать, что бери-не бери. Оно открыто для всех. Библия-то тоже считается. И правильно, и неправильно. Еретики ее держат. Разные люди. Вот я любому скажу. Скажите. Любому скажу. Вы президента своего как-то маленько, хотя бы чуть-чуть. Держите во внимание, что он должен спасение иметь. Какое спасение там? Вот. А я имею. Вот иду по городу на Ленинском. И вижу представительство президента Российской Федерации. Ну и что? Ничего. Я поднялся по ступеням. Зашел туда. Поговорил. Я говорю. Я в газете недавно считал, что Владимир Владимирович говорит. У меня, говорит, Библия есть. Я бываю в полетах, где лечу, имею возможность посчитать. Я говорю. Он ответил. Имеет возможность. Но считает или нет, он не сказал. Он КГБ. Он хитрый такой. Ну, я говорю. У меня насчитанное. Вы могли бы ему переслать? Я с этими пришел с дисками. Ну, вы сами пошлите. Это же приятно будет ему. Так можно, можно. Они мне дали там адрес. Все. Я ему послал трехтомник. Вот этот Красный Новый Завет. Для слова Божия нету. Скажет. Сказал православие. И приложил диски. Ответ с администрации. Пришел. Благодарят. Мне особая благодарность пришла от Рамзана Кадырова. От Лукашенко Александра Григорьевича. Ну, вы поищите среди тех, кто около вас. Скажи, это год-то, 2013-й. Вы бывали среди такими людьми? Чего вы судите? Что вы ничего не знаете? Я вас не сужу. Я только могу плакать о вас. Это горе вам. Господь сказал. Евангелие от Яна, 5 глава, 39 стих. Исследуйте Писание. Это повелительное наклонение. Исследуйте. Ибо вы через них, через Писание, думаете иметь жизнь вечную. Они не думают и не хотят. Запятая. А они, эти Писания-то, свидетельствуют. Обо мне. Исследуйте. А не о Христе, любимом моем свидетельстве. Им не надо. Ни Бога не любят, ни себя. Чтобы любить ближнего, сначала нужно полюбить самого себя. Если дается проект, ты должен строить дом. И дается чертежи, вот как этот дом через дорогу. Вот такой и строить будем. То есть, тот через дорогу уже построили. Его можно посмотреть, обмерить? Если чертежей нету. Ну, а как по-другому-то? Как любить ближнего, как самого себя, когда ты не знаешь, как себя любить? Ты от себя, от всяких, лишнее не нужное. Даже в питании, в одеянии, ты во всем должен быть христианин. У христианина все должно быть иное, Златоуст говорит. Иное. Ино бытие начинается на земле. А зачем священнику вот это ходит в подряснике? Зачем им это нужно? Не риза, а в подряснике. Подрязник еще есть. Зачем нужно ему? Вопрос стоит. Они не могут. Монашка, какая бы ни была послушница. Посмотри. Малый постриг, Великий постриг, Несторова. Посмотри, как одеты идут. Эта картина, я поместил ее в нашем издании трехтомника с блаженным феопилактом. Посмотри. Я вот сегодня выставил этот ролик, вы его посмотрите. Когда я считаю, ну просто под ЖЖ Кураева, там отзывы где-то, и они ропщат. Я их взял во внимание, теперь им отвечаю. А они, во-первых, свой адрес никогда у Кура не получат. Почему? Они такие, как они против течения, не могут создать течение. А у Алексея Толстого был такой поэт. Он говорит, братья, гребите, други, гребите и создайте встречное течение. У него хорошее стихотворение есть. Я стараюсь это и делать. Не надо смотреть на людей. Их мнение ничего не значит. Я был в храме сегодня, я вдохновенный, недавно причастился. А мы, говорит, праведник смел, как лев. А несчастивый бежит, когда за ним никто не гонится. Где он, Константин? Где Владимир? Их не до него не найдешь. А мы за это время тут сколько их встретили? Да и отзывов-то я ставил сегодня на свой форум в тему Кураев. Там какие отзывы-то? Отзывы там очень хорошие есть. Андрею Кураеву говорят, если такие люди за вас, как Лапкин, заступаются, вас никто не одолеет. И вам это полезно, что вас, Игнатий-то говорит, что вас сняли с должности. Вам это полезно. Они то, что я сказал, они прям в ряд пунктов выставляют и ему говорят Кураеву. Вот так. Да, людей много. Я смотрю, не то, что много, но есть. Видите, там уже на этом, на ЖЖ-то есть такие прям и заинтересованные люди, и прям такие хорошие есть. Да, в общем-то, я многие его выставил, ну, на своем форуме. Там я не знаю сколько, но много десятков. Прямо замечательные отзывы. Этот дед-то, это бриллиантовый камень. Его распиливать нельзя, я не знаю, что с ним делать. Вообще здорово как. Я только маленько одиннадцатый, что дедом назвали. Там же в основном, наверное, москвичи вот сидят на этом, на форуме в ЖЖ. Да. Вот. И я что говорю, вас еще не знает никто вообще. Да. О вас люди не знают. Это, я представляю, что будет, когда начнут узнавать люди. А с помощью этого форума пойдет, я имею в виду Кураевского, пойдет большая молва. Ну, главное то, что все под какими-то один или два только по-русски имена. Так какие-то бриллиантовые ставят, зашифрованные, как будто их арестовывать собрались. Я могу сказать, что мне приходилось в прошлые годы писать генеральным секретарям партии собабличительные письма в ООН, ну, организация все-таки. Крайком партии, везде. И везде были какие-то последствия. И ни одного, ни одной бумажки за всю жизнь я не выпустил без подписи своей, без обратного адреса. Меня этому научил патриарх Тихон. С Дзержинский видел в нем, говорит, достойного соперника. И мне ни разу не было плохо от того, что я это все записывал в дневники. А дневники попали, когда меня арестовали. И ни один дневник мне не повредил, а только помог. Он, говорит, весь открытый, как стеклышко. Меня исследовать не надо. Он сидит со мной, следователь, забыл даже, что я заключенный. Сидит, ест, я вижу, что-то у него вкусное такое. Ну, я-то заключенный. Он когда съел, ой, я забыл. Да это ваша жена, Надежда Васильевна, вам послала от сердца. При мне съел. Он забыл даже. А что там? Орехи грецкие, перекрученные с медом. Ну, мне для сердечной мышцы-то. А он сидит, я даже поверил ему после этого. Да, да ладно, я говорю, Владимир Кузьмич, с кем не бывает-то. Он забыл, что я зэк. Одна женщина там была, ее звали Эльза Кох. Такая была в фашистском лагере, она там учила. Ну, маленькая такая. Ну, до того она въедливая была. Как только к следователю идешь, она тебя сама обыщит на 10 раз. Ну, это так. Ваше время она была, я знаю. Ну, конечно. В нашей тюрьме была. Но это ее звали, так, прозвание, Эльза Кох. А, я... По образу той, которая в Освенциме была. Я думал, неужели так? Да нет, нет. У нее там хорошая Анна Михайловна там была, допустим. Ну, мне говорят, ее, говорят, боятся все заключенные. Она меня ведет. Я на повороте перекрестился, вздохнул. Верующий, я говорю, да. А вы, случайно, праздники не знаете, когда? Праздники, а какие? Это мне главное... Я знаю, сейчас спрашивают, мне надо разговор затянуть маленько. Она говорит, да я хотела бы узнать, там, Пасха какая. А я ждал, что меня арестуют. Я все церковные праздники заучил на память на 20 лет вперед. На 20 лет, представь себе. Вы найдите одного попа, чтобы он знал-то. Они говорят, это все знали. Я говорю, а что же не знать-то? Это у меня вот эта шалабанда. Я их запомнил. А когда пришел в тюрьму, бумага была, там бумагу можно иметь. Я это все выписал. Я ее сразу из кармана вытаскиваю и даю. И вы посмотрели, какая она. Внесить ничего нельзя. А следователь принес мне чесноку, луку, там, что-то еще. Я по карманам расставал. И когда вышел, ее опять вызвали. Она меня из кабинета вызвала. Я говорю, знаете, следователь мне дал чесноку, луку. И там вот такое лекарство дал. Жена передала. Ну и что? Так я слышал, что нельзя. Да почему нельзя? Можно. Она разговаривает со мной, как будто бы я не заключен. Я увидел, она такая сердечная женщина. Такая прекрасная просто. И она мне не торопится вести. А на поворотах, где нет, она даже приостановится. Вроде бы я обувь ищу. Я ей столько рассказал. А я сижу и переписываю там кратко, как обратиться, уверовать во Христа. Ну написал 15 этих. А как передать-то? Ты же сидишь. А когда выводят тебя там на самом верху, на крыше, выгульные дворики. Выгулочные. А сверху там громадной решеткой, знаете, такой толще пальца арматура. Затя ну там по стене ходят охранники, тебя смотрят. Ну куда девать-то? Мне надо, чтобы кто-то прочитал. Я найду там, а внутри пошукатурина называется под шубу. Такими вот наростами, наростами-то. Ну бывает между наростами там маленькие ямочки. Я туда ее, бумажку. Ну пространство-то одно. Я их толкаю, где дорога где-то посмотрю. Я там сумму. 15 раздал. Вернулся, проходит сколько-то времени, меня вызывает Рор. Режимный оперативный работник. Строгий такой бражников был. Ну бражник настоящий-то. Гляжу, у него на столе 13 моих записок лежат. Они их все нашли. И все ему отдали. И теперь он со мной разборку делает. А там только божественное. Что ты тут делаешь? Ну я думаю, две-то не нашли. Я думаю, о своем, а он о своем. Вы что тут агитацией занимаетесь? Да мы. Я слушал, слушал его. Потом возьми, да ему скажи. А что вы так это сильно-то на меня-то? Я ничего, устав не нарушил нигде. Как? Не нарушили. Я говорю, а вы еще коммунист, да? Я говорю, у меня стихотворение вот написано. Христос воскрес. Придет, пойдет КПСС там, так, Христос. Как он разошелся. Да вы думаете, о чем говорите? Мы вас знаем здесь. Я говорю, в Библии написано. Господь говорит, передо мной поклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Это что? В Библии так написано? Я говорю, да. Ну тогда, наверное, так и будет. Сила какая, Божья-то! Что я сказал, КПСС пойдет, он согласен. А когда я подтвердил Слово Божьим, он сразу согласился. Я испытал в жизни великую силу Слова живого Бога, живое Слово, оно живое и действенное. Пусть Которое к вам приходит против, порадует людей этой радостью. Я всем людям это говорю. Я это испытал. Я видел, как преступники каялись. Каялись во всех тюрьмах, где я был. Я прошел торжествующе. У меня есть чем хвалиться. Не от меня это зависело. Не от грамоты моей, а от моего Бога. Когда я раньше ездил в поездах, берем-то только в общем вагоне. Сразу купе полное. Потом коридор полный. Соседние купе полное. Я стою поближе к выходу, чтобы громче говорить. Не могут ни проводники, никто пройти. Все закупорено. Народ жаждал. Мне брат как-то посмеялся. Люди долго слушали-то. Ну а проводится-то там, продает там эти посельные принадлежности-то. На пятый раз-то. Они, когда пошли, она уже закрылась. Он говорит, смотри, твои прихожане-то неприкаянные по вагону ходят. Ну и правда, ложиться они. А мне я никогда не беру чужимбы. Я всегда иду со своим одеялом. Укрылся, таковский был. Твои прихожане, говорит, ходят по вагону-то неприкаянные. У меня много было интересных моментов. И все благодаря тому, что я христианин. Все-таки вот сейчас говорили о Библии, да? Да. Что вот даже он коммунист такой ярый, а все равно вот у него ведь заложено такое вот понятие, что Библия это естественно, да? Да. Сейчас ведь в людях нет такого уже Библии, да Библия. Раньше вот все равно и внушалось ведь, как-то и с кровью передавалось. Вот это с молоком матери, вот это. А как же, это уже не вернуть, наверное, где-то все. Ну я не знаю уж. Хуже общество, чем в тюрьме, трудно найти. Ну да. И я разговаривал с людьми, которые были. Исповедники, как отец Глеб Якунин, Зоя Крахмальникова. Я встречал людей. Я встречался с начальником тюрьмы, который ухаживает. И говорит, мы никогда не встречали такого, как у вас. Никогда. Один говорит, я шестой раз сижу, такого не видал. В камере, где сидим мы. Приходит офицер, китель снимает и садится, приходит со мной побеседовать. А вечером с 8 до 10 камера открыта. А тюрьма 3 этажа. Охранники сходятся к нашей камере, камера открыта. Ну камера-то небольшая, там 70 человек. Ну это 70 мужиков. И уже 3 человека нашлись, которые не курят. Пахан главный-то, он допуск к моему телу. И сам рядом стоит. Так, начинается урок с 8 до 10. Они моют руки, попеременно считают. Я толкую и каждое слово притягиваю на сегодняшний день. А охранники там стоят. Температура такая, что это замещают в Гуин, в управлении, там вверху. Что ни одного захвата заложника, какой-то климат в тюрьме создался такой. Что там происходит, спрашивают-то. Да у нас тут поймали одного, он занимается с нами. С заключенными. Вот утром подходят и заключенные говорят, батюшка, я говорю, я не священник. Да ладно, папа и врагушки видать, потому что чего прятаться-то. Вот вы ночью встаете, а встаю всегда в 4 часа. Здесь я в 4.40, а там в 4 вставал. Ни одного дня не проспал. Без часов свет не гаснет. И говорит, вчера ночью с вами 7 человек сзади вас остановились молиться. А я ни одного не видел. Я не оборачиваюсь. А можно мы с вами сегодня тоже встанем? Я говорю, так вы, наверное, курите. Батюшка, мы сегодня ночью все собрались и решили уничтожить весь табак здесь. Они его собрали и в туалет спустили в воду-то. А утром-то курить охота. Некоторые крепятся, а некоторые стали матрас теребить и вату дымить ватой. Вату-то вообще не выдержали прямо. Ну, а пятеро остались. Пятеро бросили. Но это везде от всех такое бывает. Господь говорит, не хотите ли вы уйти? Я их не зову, не приглашаю. Сами просятся. Вот и все. Почему? Живая вера, живое слово, живой Бог. Я испытал великую силу любви Божией и великую возрождающую силу Святой Библии. Вот и все. А как вы знаете? Я занимался, а вы в это время за девками бегали. Вот наша разница где-то. Вы времени туда, ребята, дели. Но что интересно, вот я сижу в камере. Второй преподаватель второй группы космонавтов. Представь, космонавтов. Лозин Анатолий Максимович. Начальник высшего мореходного училища. Этого, авиационного. А в другой, во главе директоров шел. Там секретарь партии. Он за паровозом главный был. Главный рыбак Алтая. У него все космонавты там все приезжали. Я начинаю им говорить. Ну, разговор-то идет со своей Библией там. Мало еще, бумага все терпит. Назавтра опять. Я говорю, ну, в Библии так сказано. Ты то ли у тебя мозги отшибленные. Ты что сам-то не думаешь-то? Я опять. Три дня прошло. Они вопрос задают и сразу говорят. Знаешь, у нас тут вопрос. Пока вас не было, я на допросе был. Вот мы разговаривали. Скажите, а что там в вашей Библии про это написано? И с этого дня они уже не говорят, что написано. А сами спрашивают. Скажи, а что там написано? Уже выписывают. Вот и все. Я знаю эту возрождающую силу. Подпольные христиане и ПЦ назывались. Истинно-православная церковь. Одновременно оттуда пришли 32 человека. В моем доме. Они паспортов не имеют. Детей в школу не пускают. Пенсии не получают. ИНН тогда не было. Но в моем доме они получили такое наставление, что вышли из подполья. Пришли в храм Московской Патриархии. Поехали к архиерею Гедеону Докукину, архиепископу Новосибирскому Алтайскому. Их утвердили в том щине, в котором были монашеские. Недавно одну из них хоронили. Она была Раиса Шишкина, Раиса Владимировна. А там ее, когда она приняла там другой щин-то уже, больший там, великий постриг-то. Она стала Иннокиня Варвара. Иннокиня. В моем доме она пришла. А потом Схи. Там монахиня, Иннокиня, Ксения. Пишут биографию, а меня не поминают нигде. В ее биографии, церковной литературе-то. Я говорю, она не полная биография-то. Она из ИПХовца. Да вы что? Ну да. А как она стала? Да в моем доме. Вы никак меня не можете вычернуть. Я ее отец. Она в моих книгах упоминается. Они боятся даже слово помянуть. Ну, идут на подлог. Эти люди-то детей в школу отпустили. Они в подземне не закрылись. И ко мне сразу же приехали из КГБ местного, Алтайского, Биденко Александр Семенович. Майор. Что интересно, он станет генерал-майором в охране Путина. Они на мне такие звезды получили вообще. Там все КГБ после мне говорили. И говорят, ой-ой-ой, сколько на вас тут повышений-то было. Почему? Не враг. Все открыл. И они меня решили забросить в тайгу, в Красноярск, где там Лыковы. А я говорю, нет, я не поеду. Вы меня дорогой сбросите где-нибудь. Чтобы я с ними потрудился, чтобы они настоящими гражданами стали. Да нет, я не рвусь, где найдутся. Нет, не поеду. Я им прямо говорю, вы меня дорогой ухлопаете. Надо переубедить Лыковых переманить, вернуться. Ну нормально, вот это жизнь. Это граждане Советского Союза. Он спрашивает, кого переманить-то обратно? Лыковых или кого? Да нет, там старообрядцы живут. Я знаю, я знаю. Чтобы они стали настоящими гражданами. Они прячутся. Нас хотели послать туда как диверсанта, да? Да, они приехали ко мне на работу. Я называю, кто это. И меня встали туда. А курировал-то это подполковник Никулин Юрий Михайлович. Я могу сказать, один из лучших интеллигентов, каких я встречал в жизни. Кроме доброго слова, ничего не могу сказать. Он на Черной Волге со следователем приехал, и меня из тюрьмы посадил. Но я встал на колени, я говорю, мы будем сначала молиться с женой на крыльце тюрьмы. Он стоит, ждет. Привез домой и говорит, я вашей матери обещал, что вас привезу. Вот какой человек. Это Бог делает. А в Библии написано, когда в пути человеку угодны Богу, то и врагов его примеряет с ним. Я это испытал. Я верю, что каждое слово Библии, оно живо и действенно. А люди, которые, ну там, говорят, там, ну, на меня что-то не говорят, ну, что я могу сказать-то? Ну, фаррик, ни одного слова нету. А которые правильно говорят, ну, они читали, слышали, видели. А я была там. Да не дай Бог, да там Лапкин. Но ты сказал, я была в потерях. Я это видел, а не дай Бог встретиться. Не дай Бог на него быть похожим. Это фразы. Ты конкретно назови. Что я у тебя отнял, украл, направил куда-то не туда, обозвал тебя. Они ничего не могут сказать. Ну как, я на суд пристал. Слушай, господин судья. Он говорит, мы, ты, ты, вы. Ну, еще и нет. Вот ко мне тут идет, сейчас я его выпущу. На видео звонок. Алло. Ну, значит, мне сообщил тут администратор. Кураев Андрей выступал вчера и говорил про меня. Представь себе. И люди-то, которые начали против говорить, а он-то говорил, они пришли, раскушали, и совсем другой климат создал. Я говорю, так я там новый ролик ему поставил-то. Это надо зайти в его живой журнал, и там, наверное, на шестой странице. Они, говорит, текстовой выставили даже. Но я сегодня ролик я составил, я похвалил модераторов, что вы, ну, не спрятались, а выставили этот ролик-то. От него все началось. Видишь, как Бог делает, страдняет. А почему? Потому что молимся. Молитва. За нас очень и очень многие молятся. Молятся, молятся архиереи, священники, православные, сектанты. Даже еретики молятся, и мусульмане молятся. Потому что мы несем великий мир, великого Бога, Иисуса Христа. Примиритесь с Богом. А это вот обзывает друг друга, этого нельзя делать. Я сказал, одна, говорит, вот это вот в лапке сказал, я в афоризму записала. Когда молятся человеки, то ругать его не будут. Если я молюсь, как я могу Невзорова поносить? Или там, Стерлигова Германа. Он в моей молитве, как Горбачев у нас приезжал однажды Карен Геваркен, режиссер. Ездил с нами на благовестие. Его уже сколько, я не знаю, сколько лет нет. А он как будто рядом, я каждый день за него молюсь. Вот и все. Молитва. Молитва – это знак любви. Высший. Готовность отдать, отдать жизнь. Вчера только с отцом Сергием над темно беседовали, как все-таки Господь устраивает все каким-то чудным образом. Кто не знает вот этого всего, кто там уже равнодушен к этому. А я вот в эту крашу попал, я вот в этом борюсь во всем. У меня глаза на луку была, не так и не так происходит. Вот, Сергей, представь себе, ну я просто так говорю, кто-то бы раньше запечатал письмо и сказал, мы тебе дадим прочитать, то твоя будущая жизнь как будет. Ну, маленько не все доскажем, чтобы ты не сильно дрожал-то. И сказали бы, вы сайт создали, сайт-то я хочу, чтобы другие знали-то. Я говорил, что если бы встретились с Путиным, и он бы был мой дружок, и спросил бы, ну тебе что-то надо, что? Я сказал, ну среди своего народа живу, у меня все есть, ни врагов нету. И ничего не надо. Ну, одно дело надо, но вам, наверное, не сделают. Ну что? А всегда, думаю, денег просить будут. Да нет. Наш сайт сделайте известным. Каким-то образом, чтобы люди про него узнали. Мне не важно, придут, не придут, это от меня не зависит. Но чтобы знали, что есть сайт, который отвечает на тысячи вопросов во свете Библии. И вдруг кто-то сказал бы, я пошлю к вам другого человека, не президента, а духовного саня, но только он должен будет претерпеть за это. А как претерпеть? А вот друзья, профессора, на него ополчатся, и он будет помогать. Я бы сказал, быть того не может. Но вот так и пришлось. Понятно? Вот у Бога все зашифровано, чтобы мы не сильно, говорится, боялись. А если бы ему сказали, вот такой есть человек, и ты пострадаешь от своих собратьев, а это тебе на пользу будет, и ты будешь помогать ему, ну, я думаю, тоже бы удивился он. Одна женщина ей говорит, познакомилась, узнала про нашу деревню, плавала, говорит, ой, как она обрадовалась, она зашла, все это пишет, она говорит, ах, ох, я уже, говорит, лет 13-14 во сне вижу, прямо сон повторяется, вот есть люди, которые все верующие, так вот одеты, вот все по форме у них, и какой порядок в церкви, и все, главное, православные-то, и вижу, как дети ходят, ох, нигде этого нет сегодня. И вдруг я вас нашла, и говорит, как будто я все эти годы была с вами. Понимаете, ей на сердце это было положено, и она ждала. Меня когда положили на операцию, на позвоночнике делали операцию, тяжелая операция, я уж не могу сравнивать с вашей болью-то, но резали все равно. И я бессознательно лежу, и в это время вдруг, я вижу, я нахожусь в нашем лагере. Никакой боли, ничего нету. И вижу, мои ребятишки сидят, солнечный яркий день, они на лавочках как-то на скамейках сидят, и вижу светлые-светлые юноши в белом одеянии ходят, им что-то показывают, учат их. Я до того удивился, думаю, у меня воспитателей таких никогда не было. И когда очнулся, как будто ничего не видел. Вот так. Хорошее видение было. Под ножом. Да, у меня были, я знаю, что это такое. Я вижу, что знаешь, улыбаешься. Ну, вот так. Вопросы есть еще какие-то? Да какие вопросы? Вот еще, вы мне вышлите вот эту вот... Сейчас вышлю. Значит, вы вышли, адрес и данные Сбербанка. Два вопроса, да? Ну да. Ну, остальное скажете. Ну, отпускай меня, брат. Да, все, Игнат, тихо, тогда увидимся еще. С Богом. Ладно, с Богом. Да благословить тебя Бог, чтобы ты перенес все страдания. Ты получишь полную награду там. От Господа. Как нас Бог сроднил, удивительно. И даже трудно поверить, что месяца два назад я о нем ничего не знал, не слыхал даже. Понимаете, какое животворение от него получаешь. Давай скачиваем сейчас и я сразу поставлю. Так, ребята, ты пришел за стол. А я не буду играть. Не будешь? Ух ты. Ну ладно.